Всем привет! С вами Оксана Майкова и мы продолжаем смотреть апартаменты и сравнивать их с нашей темой. То есть, что это за квартира, что она из себя представляет, как ее можно сравнить с выбором второй половины, то есть, на что эта квартира может претендовать, то есть, как мы ее можем обозвать и с кем или с чем сравнить. То есть, мне очень нравится здесь бассейн. Смотрите, какая зона камон. Супер-супер. Море. Море. Правильный этаж, хотя этаж всего третий. В общем, вот такая история в начале. Дальше будем смотреть. А теперь давайте смотреть. То есть, мы чуть-чуть сейчас пройдем в квартиру и посмотрим, что это за великолепие, что это за чудо. Что мы ждем от первого свидания? Здесь я делаю четкую параллель между мужчинами и квартирами. Безумно чистая квартира. 115 тысяч за квадратный метр. То есть, это получается 215 тысяч стоимость квартиры, 2 тысячи за квадратный метр. 55 метров постройка, одна спальня. Посмотрите, как продумана каждая деталь. Какая чистая и как подготовлена квартира к презентации. Все на месте. Аккуратное зеркало в изголовье. То есть, это тоже своеобразная мулечка. Все хорошо заправлено. То есть, так должна выглядеть квартира к первому просмотру. Вот так должны мы выглядеть примерно к первому свиданию, чтобы оправдать надежды своей второй половины, которая придет с вами знакомиться. Да, если говорить о квартире, я бы сравнила ее с секретаршей. То есть, мы квартиры покупаем либо для бизнеса, либо для своей жизни. Так вот, если бы для бизнеса, вот она идеальна для бизнеса. Для жизни, конечно, маловато, маленькая. Но для жизни, смотрите, цветы, зеленая кухня. И самое главное, вот этот вот вид из окна. То есть, ты находишься в апвариуме. Перед тобой все, стену убрали и открыли полностью вид. То есть, эта квартира приготовлена к сдаче, в аренду. Она прекрасно подойдет на проведение в ней выходных. Правда же? Посмотрите, какая красота. Я когда зашла, у меня аж сердце оборвалось. То есть, вот это, вот в это я могла влюбиться. И вот это я ждала, когда ехала на второе свидание, если вы посмотрите предыдущий ролик. Вот оно. Вот это то, что я ждала, по что я готова была влюбиться. А вот оно, на самом деле, то, что я получила. Это уже другая квартира. Совершенно другая квартира. Совершенно другая подготовка. Швабра, какая-то непонятная бедровка. Так, смотрите, кое-как, еле как закрываются вот эти вот непонятные, встроенные куда-то жалюзи. Ну, вы видите, да, свет, свет. То есть, и эта квартира по той же самой цене. Примерно такая же цена за квадратный метр. Но какая презентация? Вот то, что я получила, если вам интересно, на втором свидании. Вот после того восторга, который я выразила в прошлом ролике, когда ехала на свидание. И, на самом деле, вот такая презентация. Я сейчас не буду глубоко в эту углу, ну, то есть, глубоко копать. Но это как раз то, вот то, что ты ожидаешь. То есть, вот это вот то, что нам презентуют, когда мы общаемся. Да и мы тоже так себя выставляем иногда. Но я сейчас никого не критикую. Просто говорю, как это происходит. Вот то, что мы видим на сайтах, когда выбираем себе квартиры на просмотр. И потом, когда уже приходим в эти квартиры, видим либо первое, либо второе. То есть, вот об этом мы мечтаем. Да, вот так должно быть. Но в результате получается так, как оно есть. То есть, мораль той басни такова. Она очень проста. К покупке или к свиданию, безусловно, хочется быть готовым. Безусловно, мы испытываем какие-то иллюзии. И мы испытываем какие-то надежды. Не всегда они оправдываются. То есть, иногда вместо хорошего. То есть, да, опять я вам скажу, что я не жду принца на белом коне. Да, или там Грея сама над марусами. Но мне хочется чего-то понятного, чистого. Знаете, ну как чистого. Понятного, рационального. Ну и примерно осязаемого. Ну, как правило, чем хороши или плохи свидания вслепую, тем, что нам попадаются неподготовленные партнеры, которые даже не стараются произвести на нас впечатление. А это был мой обзор квартир и моего второго свидания. А с вами была Оксана Майкова и сам себе риэлтор. Делайте, ребят, выводы. Пишите. Очень жду ваших отзывов, ваших комментариев. Ставьте лайки, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в продолжении. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok